Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Энергия Удачи на Рико ТВ. И мы рады с огромным удовольствием приветствовать всех, кто в воскресный вечер настроился на наш энергичный проект, который уже несколько лет выходит в эфире телеканала Рико ТВ и также в социальных сетях. Сегодня вместе со мной этот эфир проведет очаровательная девушка, ее зовут Надежда, она является менеджером торгового дома «Энергия». Надежда, добрый вечер! Как настроение энергичное? У вас, наверное, всегда энергичное, потому что торговый дом «Энергия», который находится по проспекту Сунки-Бабетера, 72, всегда энергично относится к своим покупателям и рад вас видеть в любое время. Остановитесь на красном, не проезжайте мимо. Энергия Удачи на Рико ТВ. Сегодня 24 января, как вы буквально недавно праздновали Новый год, а уже, дорогие наши, конец января. И сегодня завершающий эфир в 2021 году, в январе месяце. У нас тройка лидеров, которые в течение месяца боролись за звание лучшего. Сегодня, наконец-то, Надя, мы узнаем, кто же будет лидером январских выпусков нашего проекта. Есть предположения, это будет девушка либо парень? Ну, надеюсь, девушка. Надеюсь, девушка. Всегда девушки, смотрите, солидарные друг к другу. Под аплодисменты мы приветствуем наших потенциальных победителей, которые весь месяц в течение трех программ, точнее двух программ, боролись за звание лучшего проекта «Энергия Удачи» в январе месяце. В декабре у нас были лидеры, новогодние эфиры, и все радовались. Кто-то уходил, может быть, немножечко расстроенным из нашей студии. Но еще раз давайте представимся и познакомим с телезрителями именно вас. Добрый вечер. Меня зовут Медина, мне 13 лет, учусь в девятой школе, занимаюсь боксом, хожу на модельное агентство, у меня очень много таких съемок. Ничего себе, вы звезда. Вот. Так, подождите, вы звезда или нет? Нет. Не считаете еще звезда? Молодец. Скромняга. Так, еще. Вот. И занимаюсь боксом. Медина, скажите, вы у нас победительница какого эфира, напомните телезрителям? 17-го. 17-го января вы одержали победу, выиграли деньги, уже получили свой приз? Да. Уже потратили? Нет. Нет? Молодец. А вы вообще экономичный человек или нет? Очень. Очень? Серьезно? Да. Обычно ваши ровесники тратят деньги на телефоны, какие-то аксессуары для телефонов, может быть, еще на что-то. Вы, смотрю, и боксом занимаетесь, и все. Надя, у вас вопрос был? Я вас прибыл? Нет. Надя внимательно слушает. Наш второй участник. Здравствуйте. Давайте еще раз представимся. За месяц вас могли забыть наши зрители? Меня зовут Амиржан. Я учусь в пятом классе. Мне 11 лет. 11 лет. Амиржан, вы победитель какого выпуска программы? 3-го января. 3-го января. То есть вы открывали январские, грубо говоря, программы, да? Деньги потратили уже? Нет. Нет? Тоже собираете? Да. На что собираете? Можете поделиться? На компьютер. Мощный какой-то компьютер? Вы любите компьютерные игры? Да. Что предпочитаете больше? War Thunder. Ну, я не понимаю это, потому что я вообще не умею играть в компьютерные игры. Цель игры что? Ну, там ты обладаешь танком, либо самолетом и уничтожаешь соперников. Это злая игра? Нет. Нет? Хорошо. И наша третья участница. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Донара. Мне 12 лет. Учусь в 64-й школе и мечтаю стать журналистом. Но так как у нас Наталья находится в отъезде, которая должна была стоять третий на энергичной стойке, то сегодня по правилам нашего проекта тот, кто занимает второе место, выходит в финал. Ну что ж, дорогие наши, аплодисменты. Правила этого сезона у нас немного поменялись. Уже на протяжении двух месяцев мы не даем права выбирать участникам тему. Если раньше они могли выбрать тему, то сейчас это раунды. В каждом раунде есть опять своя тема и вопрос. Правильно отвечая на вопрос, вы нажимаете на кнопку и зарабатываете балл. Тот участник, кто набирает наибольшее количество баллов, принимает участие в суперигре. Выиграв ее, он становится победителем январских проектов «Энергия удачи». Вам все понятно? Вы также можете получить поощрительные денежные призы, кто-то из вас, но один будет лидер. Он может проиграть, и тогда переход хода ко второму участнику, кто набрал на второй позиции баллов. Если второй не отвечает, то третий. Если третий, то денежный приз остается на февраль месяц. Завершающая программа сегодня январьская у нас, поэтому я вместе с Надеждой желаем вам удачи, а вам удачного просмотра. Итак, первый раунд сегодняшнего эфира 24 января. Внимание! Дамы и господа, у нас биология. Ну что, давайте начнем. Первый вопрос. Что изучает ботаника? Растения. Растения. Амиржан, вы прям руку поднимаете, как в школе, правильно? Как называют человека, который занимается биологией? Маши ответы? Биолог. Биолог. Амиржан опередил, да. Чем лечит бактериальную инфекцию у людей? Есть такой уникат. Вакцины? Нет, неверно. Антибиотиками. Как называется молекула ДНК? Хромосома. Как называется процесс, используемый растениями для преобразования солнечного света в пищу? Фотосинтез. Амиржан был первый. Верно? Итак, поехали дальше. Как называется изменение ДНК организма, которое приводит к появлению нового признака? Мутация. Как называются животные, которые едят как растения, так и других животных? Травоядные. Нет, не травоядные. Травоядные, хищные. Нет. Всеядные. Вода в твердом состоянии. Это? Лед. Лед. Первая была медина. Верно. Клетка нервной системы называется? Нейрон. Правильно, нейрон. Нажимайте на кнопку. Как называется жанр живописи с изображением цветов? Натюрморт. Что такое микология? Наука о чем? А, не так. Нет. Микология – это наука о грибах. Какая обезьяна считается самой крупной? Гипотапик. Нет, не гипотапик. Да, Нара, попробуйте. Это горилла. Горилла. Следующий вопрос. У этих птиц красивое розовое перенье. Это? Фламинго. Фламинго, верно. У какого насекомого нет вообще слуха? Муха. Верно, муха. Ну что ж, дорогие друзья, наш первый раунд подошел к своему завершению. Он был не из легких. И по итогам у нас лидирует Медина. Несмотря на то, что Амиржан вырвался вперед, потом дал слабинку. Но тем не менее, до Нарочка вам нужно чуть-чуть подтянуться. Для вас это были сложные вопросы? Да. У меня тоже нет. Тоже нет. Но мы постарались подобрать такие вопросы, чтобы знали их и первоклашки. Но я надеюсь, второй раунд вам будет еще интереснее. И вы сможете догнать своих соперников. Узнаем, какая тема ждет нас во втором раунде. Внимание. Немножечко музыки добавим в наш эфир. Энергичный сегодня воскресенье. И в этот вечер вы вместе с нами. Давайте поаплодируем. А по итогам первого раунда у нас Медина лидирует. На втором месте у нас Амиржан. На третьем месте у нас Донара. Итак, друзья, вновь вопросы. Отвечаем. Я думаю, что вы сможете справиться с этой задачей. Назовите самый известный балет Чайковского, посвященный птицам. Ваш ответ, Донара. Какое озеро? Озеро маленьких лебедей. Лебединое озеро. Лебединое озеро. Амиржану засчитываем, ну, по-честному будем судить. Из какого вечно зеленого дерева делают пианино и скрипки? Ель. Ель, верно. Как называется низкий мужской голос? Бас. Бас, верно. Он играет на скрипке, его зовут? Скрипач. Верно. Он играет на гитаре, его зовут? Гитаре. Верно. Какую ноту кладут в суп? Да, верно. Музыкальный коллектив, состоящий из трех исполнителей, называет... Трех. Верно, Амиржан. Как называется большая группа певцов? Верно, это хор. Повторяющаяся часть песни называется... Припев. Припев, правильно. Сколько нот существует? Семь. Верно, Амиржан. Сколько человек поют арию? Один. Один, верно. Один музыкальный коллектив, состоящий из четырех исполнителей, называется... Квартет. Какая нота находится между нотами ми и соль? До. Нет. Фа. Да, фа. Мазурка – это танец какого народа? Польского. Автор басни «Квартет» – это? Крылов, ребятки. Аплодисменты. Вы молодцы. Вот видите, ситуация изменилась, и у нас сейчас вновь на первом месте Медина, на втором месте Амиржан, на третьем – Донара. Но, Донара, вы уже догоняете Амиржан. Амиржан, в чем проблема? Вы переживаете? Просто я в музыке не силен. А как думаете, какая будет тема третьего раунда? География. География. Нет, это будет тема, которая уже придумана. Давайте узнаем. История Казахстана, друзья мои. Но, надеюсь, вопросы у нас будут не такими уж и сложными. Готовы? Первый вопрос. Государственные символы Республики Казахстан – это? Государственные символы Республики Казахстан – это? Нет. Герб, флага и гимн. Молодец. Правильно. Имя Сахской царицы? Амирис. Верно. Древний праздник кочевников? Наурыз. Наурыз. Верно. Автор слов назидания или книги слов? Это великий? Абай. Верно. Народный певец-импровизатор? Это? Акын. Основатель Казахского ханства – это? Женебек и... Икерей. Верно. Отлично. Самая длинная река Казахстана? Книл. Не Нил. Вы что? Это Иртыш. Нет. Иртыш. Казахский поэт-просветитель, открывший первое женское училище в Казахстане. Его зовут Ибрай. Ибрай Акынсан. Верно. Итак, национальный напиток казахского народа? Кумыс. Кумыс. Верно. Когда отмечается День Конституции Республики Казахстан? 31-го. Нет. 16-го декабря? 16-го декабря? Нет. 1-го декабря. 30-го августа. Национальный головной убор невесты? В Саукеле. В Саукеле. Верно. Праздник Единства народов Казахстана? 1-го декабря? Нет. 16-го декабря? Нет. 11-го декабря? Нет. 1-го мая. Что символизирует изображение на гербе Шанырак? Крылатый. Вот этот конь. Нет. Нет. Отчий дом, очаг и мир. Неверно. Создатель казахского литературного языка. Классик казахской литературы. Это? Абайканбайк. Верно. Ну что ж, вы говорили, что у вас с историей Казахстана все плохо, ребят. Ну что, по идее, мы не подводим итоги третьего и четвертого раунда, потому что это будет интрига. Четвертый раунд, дорогие друзья, немножечко будем развлекаться сейчас, потому что тема у нас подвижная. Какая? Узнаем. Тема у нас физкультуры, это энергия удачи. Спасибо, что воскресенье проводите вместе с нами. Мы уже, дорогие друзья, чуть-чуть осталось до финала. Ближемся к финалу. И сейчас у нас тема физкультуры. Никогда этой темы не было у нас в эфире. Но, тем не менее, давайте поиграем. Поиграем? Любите физкультуру или нет? Нет. Я, честно, прогуливаю. Физкультуру, я вам признаюсь, это ни в коем случае не провокация делать подобные вещи для всех учеников, кто учится сейчас онлайн. Но мы в нашей студии занимаемся физкультурой. Поехали. Спортивный снаряд для перетягивания? Канат. Донара, верно, канат. Физкультура по утрам называется? Зарядка, да, медвина. Обувь для игры в футбол называется? Бутцы. Верно, бутцы. Сколько игроков присутствует на игровой площадке в баскетбол? 11. Нет. 8. Нет. 9. Нет, 5. В какой игре используется самый легкий мяч? В футболе. Нет. В волейбол? Нет. Настольный теннис? Теннис, да. Символ олимпийских игр? 5 кольцов. Верно, 5 колец. Так, дальше. Как называется передача мяча в игре? Футбол. Нет. Мяч? Нет. Пас. Хорошо, засчитываем, но если вы неверно отвечаете, все, вы уже не можете. Но из исключения правил, потому что сегодня тут лидеры все самые умные, поэтому мы делаем вам поблажку. Дальше. Спортсмен, который ходит сидя. Кто ходит сидя? Шахматист. Чем покрывали гладиаторскую арену в Древнем Риме? Вот это... Чем? Ага. Театр? Да, да, да. Чем покрывали, Мамиржан? Песком покрывали. Как часто проводят Олимпийские игры? Каждые 4 года. Один раз? Во сколько? Мамиржан, ваш ответ? Каждые 4 года. Один раз? Один раз в 4 года. Верно, один раз в 4 года. Чем награждали победители игр в Древней Греции? Вот этим венком. Верно, венком из листьев. В какой игре используется мяч наибольшей величины? Баскетбол. Баскетбол, верно, Медина. Как называется тренировка организма холодом? Закаливание. Закаливание, правильно, Донарочка. Ну что ж, ребята, вот и практически вся игра подошла к своему завершению. Вам, уважаемые наши зрители, мы тоже предлагаем по воскресеньям проверять свои знания и, конечно, быть с нами на одной энергичной волне. Через несколько секунд, пока надежда начинает считать, мы узнаем, кто, возможно, сегодня станет финалистом январьской игры проекта «Энергия и удача» уже 20-2021 года. Так что оставайтесь с нами. Кто это может быть? Медина, Донара, либо Амиржан. Кто сильнее из них сегодня и кто будет в лидерах? Через несколько секунд в проекте «Энергия и удача» узнаем все. Энергия и удача Итак, дорогие друзья, мы подводим итоги январских проектов «Энергия и удача» и по итогам у нас третье место. Игр января занимает красивая, очаровательная девушка ее зовут Донара. Она сегодня зарабатывает у нас денежный приз в размере 3000 тенге. Донарочка, вам было интересно, честно сказать? Да, интересно. Ну, 3000 это можно сходить в кино, купить бургер. Вы любите бургер? Нет? А я не люблю. А ты любишь бургер? Итак, друзья мои, по итогам сегодняшней финальной игры января месяца на втором месте у нас очаровательный, а также умный Амиржан. Он зарабатывает 7000 тенге. Браво! Амиржан, вы молодец. Вы довольны результатом, честно? Да. Или все-таки вы рассчитывали на победу января, чтобы вы будете лидером, чтобы вы будете таким крутым, и тут не получилось? 7000 это тоже большие деньги. Для вашего возраста 7000 это был мой первый гонорар за 4 месяца работы на телевидении. Я вам клянусь. А на первом месте у нас, ну что ж, Мединочка. Мы вас поздравляем. Но пока, пока не с чем, потому что вы можете проиграть этот денежный приз. Тогда у нас будет в суперигре принимать участие Амиржан, потому что он на втором месте. Если Амиржан не ответит, то, ну, об этом не будем говорить, то донар. Понятно, да, условия игры. Итак, три конверта. В одном из них вопрос суперигры. Сейчас эти конверты у меня в руках. Знаете, люблю проводить разные лотереи и делать людей счастливее. Кто-то выигрывает машину, а у нас выигрывают деньги. Деньги простые, ребята. Мы вам ничего не подсказываем. Вы это делаете сами, отвечая на вопросы. Поэтому всегда призываю, читайте больше книг. Три конверта. Донара, пожалуйста, перемешайте. Закрыт. Можете проверить, не просвечиваются ли они там. Передавайте их Амиржану. Амиржану тоже. И только один конверт я разрешаю открыть вам, Медино. Вот таким занятием мы занимаемся сейчас. Тавтология была, ну уж простите. Вот, итак, долгожданная суперигра. Первого месяца. Нового 2021 года. Какой? Вы хотите сразу три? Вы этот вытягиваете? Так, Надежда, я передаю вам. Открывайте, открывайте сами своей рукой. Какой вопрос там? Так, давайте я зачитаю. Как называется корабль, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, знаете, кто такой Юрий Гагарин? Молодец. Были участники, которые не знают, кто такой Юрий Гагарин. Совершил первый полет в космос. Подумайте, как этот корабль назывался. И так, время пошло. У вас есть ровно одна минута. Сейчас вы... Что? Можно название, да. Очень легкое название. Вы можете сегодня завоевать имя и выиграть деньги. Вот если бы мне сказали, Дмитрий, либо деньги, либо имя, я бы выбрал имя. Вот вы что выбрали? Победительница Игры Января, либо деньги. Честно. А? Ну, я бы... Ну, я бы... Имя. Имя? Да. Даже если 10 тысяч вы сейчас не выиграете. Представляете, за 20 минут эфира, ну, чуть больше, вы могли выиграть сегодня 10 тысяч. Итак, скажите мне, как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос? В Востоке. А почему так не уверенно? Может, вы же сказали первоначально ракет. Что отдадим тогда Амиржану свое право, лидера. Восток. Восток или ракета? Восток. Правда? Да. В 1961 году был на корабле, совершил свой первый полет на корабле. Восток. И мы вас поздравляем. Да. Это действительно Восток. Вы у нас становитесь лидером программы. Января месяца 2021 года, а уже, дорогие друзья, в следующем месяце, в феврале, а наш эфир состоится 7 февраля, у нас будут новые участники, которые также будут бороться. Один из них выйдет в финал. Но об этом ровно через 7 дней. А пока до встречи 7 февраля 2021 года, Донара Амиржан Медина. Вам удачи и успехов. Не забывайте, что нужно считать, радоваться жизни и помогать другим, кто нуждается. А мы вместе прощаемся. Торговый дом энергии желает вам прекрасного выходного дня. Увидимся теперь в феврале, дорогие друзья. Четыре выпуска проекта в январе уже были. Четыре нас ждут в феврале. До встречи. Здоровья вам и вашим близким. Продолжение следует.